Вести Карачаева, Черкесия Министерство промышленности и торговли России разрабатывают новую меру поддержки промышленной ипотеки для обеспечения промышленных предприятий готовыми площадями, а также стимулирования создания новой промышленной инфраструктуры. Этот механизм предполагает предоставление льготных кредитов по ставке не более 5% годовых промышленным предприятиям на приобретение производственных площадей, девелоперам производственной недвижимости, застройщикам и управляющим компаниям индустриальных парков и промышленных технопарков. Поддержка подразумевает субсидирование недополученных банками-партнерами доходов в размере ключевой ставки Центробанка. Это позволит предоставлять преференции в виде сниженной ставки кредитования для конечных заемщиков. Предполагается предоставление кредитов по ставке не более 5% годовых на сумму до 500 миллионов рублей на срок до 7 лет для промышленных предприятий и до 2 миллиардов рублей на срок до 10 лет для застройщиков парков. Не стало ветерана. Ушел из жизни Алексей Алексеевич Дармаграев, участник Великой Отечественной войны, наш земляк, человек, который был и остается примером мужества, доблести и любви к своей родине. Алексей Алексеевич был фронтовиком, прошел Белгород, Харьков, дошел до Ямполя на границе с Румынией, участвовал в освобождении городов Бессарабии и Бельцы. В последнем получил тяжелое ранение в грудь. За боевые заслуги был награжден Орденом Великой Отечественной войны второй степени и юбилейными медалями ко Дню Победы. Горько терять наших и героев, тех, кто освобождал мир от нацистской чумы и подарил нам будущее, возможности жить в свободной и великой стране, соболезную близким Алексея Алексеевича. Для всех нас это невосполнимая потеря. Вечная слава и вечная память нашему дорогому ветерану, написал в своем телеграм-канале руководитель региона Рашид Темрезов. Рассказывать на юридическую поддержку могут также лица. Претендующие на признание их вынужденными переселенцами и граждане, ходатайствующие о признании беженцами и члены их семей. Это стало возможно благодаря решению депутатов парламента республики внести изменения в статью оригинального закона о некоторых вопросах оказания бесплатной юридической помощи в Карачаево-Чрикесии. Партия медикаментов для солдат отправится из Карачаево-Чрикесии. В рамках проекта Народного фронта «Все для победы» груз передали сотрудники Центра здоровья села Учкикен. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт победа.онф.ру и выбрать конкретного куратора или готовый гуманитарный набор. Кроме того, необходимые вещи можно принести в оригинальное отделение ОНФ. Их список есть на их сайте. В ауле Хабе с полным ходом продолжаются ремонтные дорожные работы. Скоро на 5-километровом участке автотрассы Черкес-Кархыз будет обновленная дорога. Существовала острая необходимость ремонта данного объекта. Во-первых, он проходит по центральной улице районного центра, где расположены социально значимые объекты. А во-вторых, ведет к популярным курортам республики. К тому же теперь она станет шире. Улучшение идет по самым современным стандартам в несколько этапов. Снятие старого покрытия, реконструкция дренажной системы, работа с грунтовым слоем и нанесение асфальта. Сейчас специалисты усиливают так называемую дорожную одежду. После реконструкции новый участок трассы прослужит дольше за счет особенностей щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы планируются завершить к 1 сентября текущего года. В Черкесске объявлен новый прием заявок на благоустройство дворов. За время существования программы формирования комфортной городской среды в республиканской столице благоустроено 130 придомовых территорий. До сих пор ремонтировали дворы, жильцы которых сами подавали заявку на ремонт в 2017 году. Теперь объявлен новый прием заявок. Так, с 20 июня по 20 июля текущего года жители многоквартирных домов могут предоставить пакет документов на участие в следующем этапе программы. Очередная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднованию столетия образования республики, развернется в ауле Кошха Бальхабесского муниципального образования. Она состоится в пятницу 24 июня с 8 часов утра на территории Дома культуры. Пройдет и концертная программа с участием творческих коллективов района. Следующая ярмарка запланирована в ауле Учкулан Карачаевского муниципального района 16 июля. В пятницу 24 июня партия «Единая Россия» и Ассоциация юристов страны проведут всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Оказание гражданам юрпомощи востребовано и поэтому уже стало традицией. Такие тематические приемы проводятся несколько раз в год, рассказала пресс-секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фатима Мидова. Обращения жителей рассмотрят депутаты, адвокаты, профессиональные юристы. Проводят подобные приемы граждан, где помогают и оказывают юридическую помощь бесплатную несколько раз в год. За это время уже десятки людей в нашей республике получили бесплатную юридическую помощь. Жители приходят с самыми разными вопросами. Это выплаты пособий детям, представителям старшего поколения, это оформление пенсии, выплаты алиментов. Приходят с вопросами, касающимися трудовых прав, разъяснением норм социального обеспечения и рядом других. Стоит отметить, что все поступившие обращения тщательно рассматриваются профессиональными юристами и людям оказывается содействие в решении проблем. Прием граждан будет проходить по адресу в городе Черкесске, проспект Ленина, 154, с 10 часов до 13 часов дня. Записаться можно на прием, лично обратившись в региональную общественную приемную по этому адресу или позвонив по номеру телефона в Черкесске 20 12 12. Сумая Салпагарова, выпускница 5-й школы села Терезе Малокарачаевского района, получила на ЕГЭ по химии высший бал. Она неоднократно становилась победителем и призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Сумая стремится расширить и углубить знания по химии и биологии. Умеет самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-популярной литературой. Она в будущем готовится стать врачом, продолжая традиции семьи. В четверг, 23 июня, в республиканской столице для 570 учащихся школ Черкеска пройдет общегородской выпускной. Для тех, кто в этом году прощается со школой, подготовлена праздничная программа, в том числе с участием звезд Северного Кавказа, зрелищное шоу на Большом пруду, парка культуры и отдыха «Зеленый остров» и многое другое. Черкесский театр имени Мухарбека Акова подготовил для выпускников спектакль «Алые паруса», пример которого уже составился в республиканской столице. Картина пришлась зрителям по душе, рассказала директор театра Дина Акова. «Алые паруса» – это повесть, которую каждый должен прочитать еще в юном возрасте. И решение поставить спектакль по произведению, ну, пожалуй, одного из романтичных писателей классической литературы Александра Грина было принято совместно с нашим драматургом Зурабом Бимурзовым и режиссером-постановщиком Анзором Емкужевым. Хочу отметить, что с драматургом Зурабом Бимурзовым наш театр работает не первый год, и все его пьесы, что на русском, что на черкесском языке, имеют огромный успех не только в нашей республике, но и за пределами. Также хочу отметить, что режиссер-постановщик из Кабардино-Балкарии Анзор Емкужев работает с нашим театром не первый год и не первый раз. Это его четвертый спектакль в нашем театре. И спектакли, поставленные режиссером-постановщиком Емкужевым, участвуют во многих театральных фестивалях. Мы выступаем с этими спектаклями в различных регионах и получаем немало наград. Я хочу сказать, что для этого спектакля мы приглашали хореографа, потому как спектакль поставлен в виде музыкального спектакля, мюзикл. Мы приглашали хореографа, который работал с нашими артистами в течение двух и более недель, каждый день. Также для этого спектакля были записаны специально авторские песни, которые наши артисты записывали в профессиональной студии с профессиональным аранжировщиком. В год столетия Карачаев-Очкиси на Московском бульваре в парке Чистые пруды открылась фотовыставка о нашей республике, на которой представлены более 150 фотографий. Это, в частности, архивные кадры, хранящиеся в историко-культурном и природном музее-заповеднике имени Марии Байчуровой. Уникальные работы известного фотографа Дмитрия Ермакова, который начал свою работу еще в 1860-е годы и снимки современных фотографов республики. Все это познакомит гостей и жителей Москвы с историей Карачаева-Очкиси, ее природным многообразием и выдающимися уроженцами республики, среди которых герои СССР и России, герои труда, деятели культуры и искусств, труженики и все те, кто внес непосредственный вклад в становление и развитие республики. Выставка продлится до 3 июля. С 1 по 3 июля текущего года на Софийское поляне Архиза состоится открытый чемпионат Карачаева-Очкиси по ловле рыбы спиннингом с берега, посвящен столетию образования республики. Информацию комментирует директор Федерации рыболовного спорта Карачаева-Очкиси Сергей Бугаев. На данный момент на соревнованиях зарегистрировано 28 спортсменов и 10 судей. Спортсмены из городов Краснодар, Ставрополь, Минводы, Пятигорск, Сентуки, Черкесск и Владикавказ. Но регистрация еще не закрыта предварительно, поэтому спортсмены еще будут регистрироваться. Судейский состав уже скомплектован. Соревнование пройдет в дисциплине спиннинг с берега с запуском рыбы в водоем. Запускаться будет прудовая форель, так называемая радужная форель. И ловиться она будет по принципу, конечно же, поймал-отпусти. С крючками безбородыми, с наличием подсаков и так далее. То есть по всем правилам рыболовного спорта. Соревнование пройдет в два тура, в два дня, каждый день по четыре периода. Продолжительность периодов по 45 минут. Все это, конечно, будет очень зрелищно, интересно, для начинающих познавательно. Так что новичкам советую приезжать, посмотреть. Для того, чтобы узнать подробности о этом соревновании, можно зайти на страничку ВКонтакте, которая называется Форум Федерации Рыболовного Спорта КЧР. Или на другой ресурс, который называется Ахтуба. Подробности можно узнать также по телефону 8-906-445-49-37 или 8-988-912-75-55. Ну и последняя информация. Как мы уже сообщали, на базе дельтадрома Южный в Усть-Джигуте состоится чемпионат Южного и Северокавказского федеральных округов по сверхлегкой авиации. Мероприятие пройдет с 23 по 26 июня в рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии. Это будет красочное и зрелищное мероприятие. В чемпионате примут участие порядка пяти десятков спортсменов. Кроме того, у всех желающих будет возможность попробовать полетать на параплане в тандеме с инструктором. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В горах местами плюс 11,16, в Черкесии кратковременный дождь, гроза, ветер западный 6,11 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 25. И штормовое предупреждение. В течение суток 22 и 23 июня местами по Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход в селье малого объема. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!